Валерий Курас 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 Господень, храм Господень, камня на камне не останется. И вот теперь он сказал, разрушит храм. Он говорит, разрушите вы, а я его созижу три дня. Они все переворачивали. А как узнать, со злостью говорил или не со злостью? А смотрит на интонацию. Знаете, тихим шепотом Ледин отдавал приказы. Он не Гитлер, он не буйствовал. И Сталин говорил тихим голосом. И одним рощерком мог миллион послать наш охот. Хищникам. Ну, хищникам это, иные понимают, что людей, кража людей, работорговля, которая идет, другие понимают, похищать лишнее, что заработанное не отдает, как хищник, как волк. Действует-то. С ним даже не есть. Все подводится с ним, даже не есть. Это самое маленькое. Не в делах его, не принимая участия, ни какой-то отдельный кооператив с ним не создавать. Нигде. Это для нас руководство. Это новый завет. Мы считаем, как будто этого не слышим. Ну, все вроде бы. Все вроде бы. И вот считает человек, что не могу унизительно, если сказали, ну, не я говорю, батюшка. Ну, батюшки-то пока нет, ты это знаешь. Пока батюшка не приехал, литургии нету, поэтому у нас до конца все стоят. Литургия будет. Если ты пьяница, два года отлучен от церкви. Батюшке это скажи. Не две недели. А я не пьяница. Да как же не пьяница? Иной уже допьется, говорит, до чертиков. Уже надо вызывать скорую помощь. Уже в больницу идут, и я все не пьяница. А кто ты такой? А я алкаш. Ну, благодарю. Разъяснил все-таки. Я алкаш. Ну, мы же определяем человек, бомж или не бомж. Без определенного места жительства. Он как ворона. Перелетает, перелетает. Где? Пьяницу видно как. Ты не трезвым был хоть один час? Ну, Белл. Ну, в этом состоянии ты умрешь. Куда душа пойдет-то? Ты в аду уже сидишь, горишь. Я что-то придумаю. А что ты злишься? Сразу злишься. Я тебе говорю. Слово Божие говорит, кричи на горах. Вапи! Как это так? Притом, это не однажды уже. Не однажды. Захватывали его в одном месте, похищали. Там не доплатил. Там это хищник. Злоречивый приходит, и начинает злоречие. Мне приходится останавливать в другой раз людей. А вот я про него слышал. Я не говорю, что мои слова, они абсолютно истины. Был мэр города здесь, Баварин Владимир Николаевич. Он входил в десятку лучших мэров России. Ну, для нас это неопределительно, но все-таки что-то говорит. Благодаря ему мы получили вот эти здания. Все тормозилось. Я выиграл их. Будучи репрессированный, был реабилитирован. За похищенное вел 11 лет. Суд его выиграл. Суд начал платить. Платить нечем. Я предложил рассчитать все недвижимости, и мы получили. Но на последней стадии самую большую работу прокурор Края Пороском, Юрий Петрович, и вот мэр города. Он сюда приехал. Сфотографировались. Все это на тайской правде было. Лапкин предпочел храм недвижимости. И вот умер. Мне сейчас говорят, а вы знаете, он мафиози принадлежал, Баварин. А вы знаете, что у него там все вот эти автозаправшины... Не знаю. Вот не знаю. Для вас он такой есть. Поэтому и отвечайте за свои слова. Но ты не подтвердишь тебя сейчас за язык притянуть, будешь сидеть, пока не докажешь это. И не выйдешь оттуда, пока не докажешь, что он такой был. Ты ничего не докажешь. И когда у него случилась трагедия, он погиб автокатастрофе, первое, что я сделал, я стал разузнавать, крещен он или нет, как православный, можно помолиться за него. Я не хожу ни на какие похороны. Но тут я пошел. Было прощание с ним во дворце спорта. И я пошел туда, я не мог стоять без слез. Это было настолько необычно. Когда в вечернем барруле появился снимок, кто был, ну там же шла сплавной лента и часов восемь. Но именно тот снимок поместили, где я иду. Это для фотографов, для всех было, ну, совершенно необычное явление. Я пришел, он бывший партург моторного завода. Я скажу, что этот человек был не таким, каким его знали. Когда мы здесь уже все перестраивали под храм, он приезжал еще раз. Надежда Павловна встретила. И подъявился, говорит, как много сделали. И вот его злословят. Ну, мертв, мне какая разница? А я восстаю. Не надо этого говорить. Во-первых, не потому, что он ушел, а мертвым говорят, хорошо или ничего. Нет, а мертвым говорят, все или ничего. Вот так римское выражение-то было. А мертвым может говорить все, как Библия говорит. Но неправду говорить нельзя. Все, кроме истины. Не злословьте его. Весь ответ. Я не позволяю злословить даже люди, когда говорят всю правду. Но вывод делают абсолютно неправильный. Сегодня, что бы об евреях ни сказали, где-то, я нигде против не говорю. Но когда начинают проклинать злословие, я заслоном стою на пути. Никогда этого не делаю. Ты сам будешь проклят. Ты благословляешь, чтобы они пришли ко Христу. Они обобрали олигархи, вот у них весь интернет. Тем более удивительно, что они уже сообразили, в чьих руках будет все. А мы не сообразили. Ни одного не нашлось. Это еще раз показывает величие этой нации. У них есть цель. Никого не злословит. Ни президента, ни русского, ни американского. Молись о них. Я молюсь каждый день. Молюсь о картере, о бараке. Каждый день. Молюсь о Путине, о медведе. Это моя прямая обязанность. Ночью и днем поминать их в молитве, чтобы Бог не отпустил их из жизни без покаяния. Чтобы не было внезапной смерти и покушения и прочего. Вот зловещивая его можно узнать. Он злую речь говорит, ничем не подтвержденную, как Ленин. Истребить класс купечества, истребить класс... Ну, это можно в малом варианте. Я сектантам даже не позволяю, даже о свидетелях Иегова. Это не сектанты, вообще не христианская секта. Я не позволяю говорить плохо, где это неправда. Поучиться можно хорошему везде. Еще раз прочитаю. Слушайте внимательно. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Уже писал. Но этого послания нет у нас. Это какое послание? Первое? Оно второе. Первое послание Коринфянам утеряно. Павел говорит, я уже писал. И ты-то о себе, если знаешь, ну, другие-то не знают, что ты блудник. Зачем ты за стол лезешь с верующими? Речь идет только о верующих. Если ты знаешь, что ты пьяница, зачем ты за стол с верующими садишься? Ты должен себя все время корить. А если бы ты так, даже не подумал бы. Если накормили, не накормили, а также был бы благодарен. Я не отлученный. Ну, вот я пришел, было у старообрядцев, они там, соглашенными выходить. Я вышел, молюсь, притворен. Чего ты возникаешь-то? А я верующий, я не на отлучение. Ну, у тебя нет с собой документа, что ты не на отлучение. Ты приехал в город Томск. И там священник делает по канону, и он не знает, а ты отлучен или нет. Я говорю, нет. Документ есть, нет. Я тут, пожалуйста, выйди в коридор, ну, притвор. Так положено. Какая-то обида. Какая-то обида, когда закон так требует. Еще. В общем, не вообще с будниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями. Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам... Мы не можем выйти из мира сего, и поэтому мы не можем никак, чтобы с мирскими людьми нигде вместе не оказаться. Я могу не садиться за стол у них, но вот тогда копали подвал, под нами здесь большой подвал, и здесь земли навалили, море, и заставляет нас убрать. Ну, это самосвалов, может быть, 20. Ну, где же я вывезу-то? У меня выхода нет, я пошел к Баварину. Роща отпираю, все, вывезли. Мне кажется, даже уже не к нему, к Колгану. Второй марш за ним был. У нас тоже хорошие отношения были. Не то, что хорошие, а прям дружественные. Вот тут новый, приехал раввин у евреев, Каменецкий, Мошенаах, это Моисей, ну, это два как бы имени у него. Я всегда подчеркиваю, посмотрите на него, у него ни одной волосинки не тронуто. Как он интеллигентно выглядит, какой он поджарый, как он ведет себя, как умеет со всеми люди общаться. Я немножко только по телефону поговорил, ну, и у мэра когда приглашали. Почему ты в нем не нашел ничего хорошего? Да, это там жиды и прочее. Я вижу в нем человека культурного, хотя это слово не библейское. Я вижу в нем умение обходиться, его учили, он не пьяница. Его со многими русскими, даже начальниками, нельзя рядом ставить. И он бороду, и волосинки не подправляет, для меня это очень важно. Он не мусульманин, у которого там чуть-чуть щетина и все. Я не обидел никого, считая это. Я вразумляю. И впредь имейте для себя, кто знает за собой этот недостаток, порог, грех, чтобы впредь больше никогда не было. Потому что представьте, вот я сижу, ем, и вдруг подводят, садят нашего брата, а я знаю, что в одном из этих упомянутых грехов виноват. Что я должен делать? Я уже ем, пол тарелки съел. Ну что я должен был делать-то? Нарушить общий распорядок? Нет, я думаю, тарелка для меня тоже важна. Я доел ее, а потом начал считать. Чтобы самому-то не остаться без обеда. Ну я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницу, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Даже. То есть такая необходимость поесть. Это очень важно, но это не столь великое. Даже не есть вместе. То есть там можешь ты не участвовать. В бане могу не ходить с ним. Но даже не есть. Даже нужда заставляет не есть. С ним вместе. Выйди в другом месте. А он уже сел за стол. Ну сядь на другое место. Ты можешь и не опубликовать, кто он такой. Но он-то про себя знает. Это как раз совесть сожженная. Эти места не читал, не знаешь, зачем ты нарушаешь их. Это тебя не приближает правде. Ты пил и пить будешь. Злоречивый был, такой останешься. Потому что ты себя на контроль не поставил. А на контроль значит никогда не нарушать. Я не сажусь за стол. А почему не садишься? Ну я же, знаете, сами я выпиваю. Меня уже на учет поставили здесь. Простите, я не могу сами садиться. А если блудник, даже одежды чурайся, чтобы не прикасаться к одежде, а ибо она сквернена плотью. Да он после блуда пришел, он переоделся, все чистенькое, в ванне помылся. Не имеет значения. Одежда у него сквернена всегда. Хотя бы он из магазина и в магазине оделся. В одежду. Она сквернена плотью. Самый страшный грех, который мозги отнимает, это блудная жизнь. Даже не пьянство. Блудника мозги проеденные, как сыр мышами. Вот я сегодня это вам прочитал. Меня заставили обстоятельства прочитать это. По славу Божию. Поблагодарим Бога. Еще раз говорю, это относится только к верующим, к членам общины. Благодарим тебя, наш Спаситель, за дары, которые ты посылаешь для подкрепления немощной плоти. Посети нищих, сиродов и одиноких. Пошли им все потребное. И укажи нам на нуждающихся, чтобы мы не были бесплодными. И в одни скудости, голода, напоминай нам об этих дивных днях изобилия. Благодарим тебя за этот день, которого никогда еще в мире не было. И мы не знаем, что в нем ожидает нас и далее того. Благослови нас. И научи быть благодарными тебе за все, что ты посылаешь и допускаешь до нас. Хвала тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Теперь можем пойти. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Я заберу полностью.